Три года со дня обстрела Краматорска. 17 погибших, 64 раненых. Под удар попали аэродром и жилые кварталы. Город накрыли десятки снарядов, часть из которых попала в центр. Многих обстрел застал прямо на улице. Так случилось и с Владом Щербаком. Его ногу буквально раздробило осколками. Удалось ли оправиться от пережитого? С пострадавшим общались наши журналисты. Тут стояла машина. Я хотел при бомбежке здесь спрятаться. Владу было всего 13 лет, когда в его жизнь пришла война. На Краматорска брушились десятки снарядов. Один разорвался в нескольких метрах от подростка. Я сразу стала Владика набирать, а мобильная связь пропала. Влад попытался выбежать из зоны обстрела. Я почувствовал боль в ноге, но как-то не затормозило. То есть я продолжал бежать. Как попал в укрытие и что происходило потом, он плохо помнит. Вот сразу на операционный стол. Доктор посмотрел и говорит, что у него осколочное сквозное ранение. В больнице Влад провел месяц. За это время выдержал пять операций на ноге. На ранение это все очень тяжело. Все перенесли, но ребенок жив. Это самое главное. Парень до сих пор содрогается от резких звуков и не отходит далеко от дома. Мысли не покидают, вдруг опять произойдет такая трагедия. Что ему делать, куда ему бежать. До ранения Влад занимался дзюдо. Это его награды. После обстрела он получил инвалидность. И спорт оказался в прошлом. Если какие-то резкие движения, то есть в плане поворотов, там такого приседания, прыжков, у меня начинается боль. Спасти подростка удалось благодаря врачам и помощи Рината Ахметова. Все лекарства, которые нужны были ребенку, фонд Рината Ахметова нам предоставил. Лекарства очень все дорогие. То есть для нашей семьи как бы это неподъемная сумма была. Позже парень прошел курс реабилитации в Запорожье. Там он смог стать на ноги и отказался от трости, с которой ходил больше года. Ринат Ахметов мне помог. То есть я ему благодарен за медикаменты, за реабилитацию. Мне стало лучше. То есть я могу ходить. Могло бы быть все хуже, если бы не он. Нас поздравляют с праздниками. Нам звонят, узнают, как здоровье у ребенка. Огромное спасибо Ринату Леонидовичу за то, что нам предоставили вот такую помощь. Влад старается хорошо учиться, готовится к поступлению в ВУЗ. А свободное время посвящает музыке. Я более-менее начал понимать, как строится музыка. То есть как, например, импровизировать. Штаб Рината Ахметова помогает детям Донбасса с начала войны. Более пяти тысяч ребят получили помощь на лечение и операции. А десятки тяжело раненых прошли курс реабилитации в санаториях Украины. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля. Для сегодня канал Украина.